Ну а перед началом видео хочу сказать огромное спасибо от себя и от лица всего нашего сообщества Питеру, Сомику, Алексею Котову, Тори Блэку, ну и конечно же Вовке СПБ Спасибо, что поддерживаете наш канал, безусловно мы будем стараться для того, чтобы контент на нем с каждым разом был все качественнее и лучше Ну а теперь переходим к ролику На запись этого ролика меня сподвигли ваши комментарии Мне очень хотелось рассказать про свое самое любимое оружие лук И именно в этом видео я расскажу наши тесты с луком Которые удивили даже меня, человека, который наиграл начиная с 20 уровня С луком и двумя пистолетами я был максимально поражен от увиденного Я даже не мог себе предположить, что такое в принципе возможно И на что реально влияют стрелы Например, вы знаете сколько надо выпустить огненных стрел для того, чтобы убить человека без тоника, без танка билда Или допустим сколько надо огненных стрел, чтобы убить человека с тоником, с танка билдами 3 уровня, с оптическим прицелом, который в вас целится и еще и более того находится с меткой активного глаза Как работает реально следящая стрела? Вы в курсе, что она делает помутнение экрана и быстрее тратит стамин? Все эти опыты именно в этом видео Ну что ж, погнали, не будем долго вас томить, так сказать Я уже представился, Готика Сократс, нам помогали делать этот ролик Девил, Шира и Тотал Блэк Ни для кого не секрет, что для убийства человека с лука достаточно двух попаданий в тушку и одну в голову Стрела на мелкую дичь, она имеет затупленный конец Таким образом она оглушает непосредственно дичь Как она влияет на человека? Он упадет в оглушку и ничего с ним не будет? На самом деле, да Как вы видите, человек падает критически поражен То есть его теоретически еще может поднять союзник То есть надо 8 стрель, чтобы человек упал При этом, соответственно, его можно воскресить Стрела не наносит летального эффекта Таким образом получается, что сколько бы у человека не было жизней Он все равно упадет с критическим попаданием Чисто физически применение данных вид стрел в ПВП вообще иррационально Более того, она может убить человека, если последний выстрел будет попадать в голову Отравленные стрелы в этой игре используются для того, чтобы убить крупную дичь Допустим, медведя, пум, всего с одной стрелы Вы попадаете и ждете, когда цель сдохнет Как это работает на человеке? Да, собственно, плохо, уважаемый рокстар Очень плохо Надо 4 стрелы отравленных, чтобы убить человека Ну, естественно, при попадании в голову он умрет сразу Однако, эффект яда фактически, фактически не заметен И здоровье может закончиться только спустя 4 минуты полноценного воздействия яда Таким образом мы переходим к огненным стрелам Одной такой стрелы достаточно, чтобы тележка могла сгореть целиком Поджигает лошадь непосредственно И сколько нужно стрел для того, чтобы убить человека без тоников, без картоспособности, без танка билда При использовании тихогниных стрел Огонь работает полторы секунды И в этот момент вы не можете ни прицеливаться, ни стрелять Однако карты способности работают Как это происходит на практике? Вас попали огнем, полторы секунды вы бегаете, пытаетесь его потушить При этом вы не можете стрелять В этот момент у вас пролетает вторая стрела и вы умираете Так это собственно и работает Интересное наблюдение Если огненными стрелами стрелять по человеку в танка билде То есть медленно, но верно Активный глаз, активный оптический прицел Соответственно полный танка билд Вы умрете с 3 попаданий То есть танка билд вообще ни на что не влияет Вам дополнительную жизнь дает именно тоник 2 или 3 уровня При первом вы сдохнете также с 2 попаданий Самое интересное наблюдение, которое повергло даже меня в шок Это следящая стрела, которая действует на живого человека У вас получается эффект пьяного Какое-то помутнение рассудков Прицел вообще ничего не разглядеть И этот эффект действует пока вы не умрете И тоники его не сбивают То есть если отравленную стрелу можно сбить тоником Или в принципе отравленный ножик То эффект следящей стрелы ножиком Точнее тоником не разбавляется Таким образом получается, что пока его действие идет Вам намного тяжелее стрелять Отсюда лайфхак против танка билда Если вы видите человека В танка билде у вас нету разрывных стрел Стреляйте по нему этим Вы как минимум дискомфорт ему донесете Ему придется сдохнуть, чтобы избавиться от этого эффекта Для того, чтобы скрафтить эту стрелу Достаточно похучую железу Со всяких скунсов и так далее То есть в принципе крафт на нее не такой уж и сложный Более того, эта стрела позволяет вам следить за противником Куда он побежал И она мгновенно фактически расходует его стамины Сейчас вы видите, как бегут люди с полным этим эффектом Под следящей стрелой И люди вообще без этого эффекта Наглядное применение того, что даже эту стрелу Можно использовать активно в пвп Как и огненную, и обычную Ну и разрывная стрела убивает с одного раза Это и так было всем понятно Теперь интересное наблюдение Вы все предыдущие моменты видели без использования танка билда и тоников Как же ведет себя лук, если использовать именно их? Для того, чтобы сделать максимальный танк билдов Обратите внимание на мой предыдущий ролик Называется вес и его влияние на защиту Как вы видите, надо 4 попадания в голову или в тело Уже не имеет значения для того, чтобы убить человека с обычных стрел А вот при использовании уже непосредственно тоника третьего уровня Надо 9 стрел для того, чтобы убить человека в полном танка билде С максимальным весом Для чего это все делается? Опять же, в предыдущих моих роликах Обратите на это внимание То есть лук становится максимально бесполезным против использования танка билда Если непосредственно человек находится в медленно, но верно Ну и напоследок Небольшой лайфхак Как вы знаете, даже в полном танка билде Со всеми тониками и так далее Разрывная стрела убивает с одного раза Как сделать, чтобы стрела убивала не с одного раза? Просто включите защитный режим Тем самым вы спокойно сможете пережить еще одно попадание Ребята, обязательно подписывайтесь на наш канал Вступайте в дискорд Все ссылки в описании Все в описании И самое важное Не забывайте, что при помощи лука Не всегда можно убить танка билда Но однако можно использовать свою хитрость, сноровку и смекалку Кинуть в него разочек следящие стрелы И соответственно он фиг вас убьет И можете спокойно в упор уже расстреливать пистолетами Потому что реально прицелиться проблематичнее И единственное, что если начать не с автонаводкой Но для того, чтобы убрать из сессии людей с автонаводкой Смотрите мои предыдущие ролики Выключаем АИМ, убираем людей с автонаводкой Перед тем, как закончить Покажу немного геймплея с луком Со всеми видами стрел